Близится Новый год и пора делать подарки близким. И разумеется, не забыть про себя любимого. Один из лучших китайских интернет-магазинов GearBest.com подарит вам отличное настроение в новогодние праздники и низкими ценами и повсеместными новогодними акциями. Но что действительно радует в этом магазине, так это низкие цены. И это не пустой трёп. Ваш покорный слуга купил себе здесь телефончик дешевле на целую пятёру, чем в других интернет-магазинах. Так что убедитесь сами, ссылки оставляю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Из-за привычных слуху немцы, Германия или нацисты. Шесть британских солдат-идиотов свободно гуляют по центральным улицам оккупированного города, забывая одновременно о существовании снайперов и простреливаемых открытых территорий. А последний, оставшийся в живых, так и вовсе бросает оружие и больше вообще к нему не притрагивается. И это на войне, где человек инстинктивно должен держать при себе ту единственную вещь, которая может спасти его. Не менее странно выглядит совершенно нетронутый и целенький город Дюнкерк, когда в действительности его постоянно утюжили бомбардировщики люфтваффы и немецкая артиллерия. Как-то уж довольно красиво и ровно расставлены ящики. Не думаю, что в момент экстренного отступления 400 тысяч человек кому-нибудь пришла в голову идея заниматься подобным перфекционизмом. А вот с декорациями заморачиваться не стали. На зданиях 1940 года поголовно современные пластиковые рамы и стеклопакеты. Кстати, а где заявленные 400 тысяч солдат? На деле мы видим пару-тройку очередей из людей, напоминающих очереди за десятым айфоном. Но особенно радует налет всего трех немецких самолетов, которым почему-то никто не оказывает ни малейшего сопротивления с берега, не считая вот этого бедолаги. Три самолета это масштабное кино о войне? Возможно, гениальный режиссер не знал, что Люфтваффе в те дни регулярно бомбили берег, и только сбитыми немцы и британцы потеряли более 200 самолетов. А еще Нолан Генни перед съемками, разумеется, не читал про танковую дивизию Адольф Гитлер, ребятки из которой так дали прикурить отступающим, что на два отдельных фильма материала бы хватило. В фильме же нет ни танков, ни тем более немцев. Не считая пары-тройки самолетов, иногда кажется, что англичане и вовсе сражаются с воздухом. Кровь и сопутствующие последствия бомбежки обширных людских масс отсутствуют как факт. Убитые солдатики лежат так, словно решили после плотного обеда часок-другой прикурнуть на солнышке. А мощные немецкие бомбы способны только стерильно разбрасывать тела за кадр да посыпать головы англичан песочком. Дальше больше. Солдаты все абсолютно безэмоциональные. Сидят, стоят на пляже, как на курорте. И ничего, что ситуация сложная. Все на грани срыва, голодные, психологически и морально подавлены под постоянными бомбежками. Ну и что, все цивилизовано, воспитано и спокойно. Нолановский реализм в действии. И почему армия представлена сборищем рядовых? Где командный состав? Почему капитан только ходит взад-вперед по пирсу да философствует? Вместо того, чтобы руководить эвакуацией этого стада. С ума можно сойти от кристально чистого белого пляжа, на котором кроме солдат до пару десятков ящиков абсолютно ничего не наблюдается. Когда в действительности вояки Черчилля на потеху немцам оставили на берегу 90 тысяч винтовок, 65 тысяч автомобилей, 455 танков, 2472 пушки, 68 тонн боеприпасов, 147 тонн топлива и 8 тысяч пулеметов. Досталось от Нолана и британскому флоту, который на тот момент являлся одним из самых больших. В операции «Динамо» было задействовано более 600 военных кораблей и крупных гражданских пароходов. Однако здесь все морские сцены превращаются в парочку затонувших кораблей. Да, знаменитый Нолановский размах. Причем частные суда спасли не больше 100 тысяч солдат. Кто занимался спасением остальных в картине за 150 миллионов зеленых, гордо осталось за кадром. И даже если зритель поверит, что 400 тысяч человек сумели каким-то чудом эвакуироваться за 10 дней без должной поддержки с воздухой со стороны флота, возникает вопрос, почему они не защищались сами, имея полный набор боеприпасов, танков и артиллерии? На протяжении 10 дней, пока идет эвакуация, никто из солдат не курит сигареты. Что для 1940 года из ряда фантастики. 40-й год, а у нас тут на заднем плане вовсю красуется павильон Вейтманда 1954 года постройки. Ты чего? Ты знаешь, куда мы идем? Во Франции. На войну, Джош. Поэтому я без капли сомнения беру в помощники сына лет 17 и его сверстника в придачу. На кой черт нужно рисковать жизнью подростками, особенно собственным ребенком, когда можно привлечь кого-то постарше и с опытом. На крайний случай отправиться одному. К черту здравый смысл, режиссеру для драматического момента абсурд нужнее. Да и какой толк от подростков. Да они даже после того, как вытащили из воды Киллиана Мерфи, накрывают его пледом, не сняв с него мокрую одежду. Да и смотреть на бурную фантазию режиссерского мастерства Нолана просто скучно. Двухчасовой фильм тянется невыносимо долго. Особенно, когда распадается на типичной Нолановской кучке параллельных историй. Коряво смешанные не в попад. Мессершмитт БФ-109Е в 1940 году не красили в желтый цвет. Подобная практика вошла у немцев только в 1941 году. В условиях воздушного боя для быстрого визуального определения свой-чужой. Да и летают здесь немцы на Мессершмитт БФ-109Г. Модификации данных самолетов стали поступать войска Германии только в мае 1942. Спустя два года после текущих событий. Ладно, к черту с мессерами. Но как можно показать идиотию воздушного боя, когда герой Тома Харди стреляет по мессеру, когда тот уже в центре прицела? Если опытные летчики открывали огонь еще до того, как цель попала в прицел. Чтобы компенсировать время, затраченное пулями на расстояние. В истребителе Спитфайр МК-1 имелось два топливных бака общим объемом 85 галлонов. Топливомер начинал отчет со второго бака, когда оставалось топливо 37 галлонов. Так что боевой товарищ Тома Харди никак не смог бы определить, что у него на данный момент имеется 50 галлонов топлива. А это точно известно? За 10 дней спасительной миссии в Дюнкерке под кодовым названием «Динамо» было сбито 140 немецких бомбардировщиков, не считая истребителей. Это, грубо говоря, 14 бомбардировщиков в день. У Нолана же унылые разовые воздушные стычки. И два кое-как подбитых бомбардировщика. Да, действительно, согласно слогану фильма, событие, которое изменило мир. Немецкая авиация и подлодки сосредоточились на потоплении именно тех судов, что перевозят солдат. А давайте набивать трюмы кораблей так, что хрен протолкнешься. Да еще и всех закроем. Но так на всякий случай, если вдруг ей этот корабль торпедируют, чтобы все в этом трюме разом да и захлебнулись. Глупо и безмозгло, но режиссеру для драматического момента нужнее. Да и как-то чересчур быстро тонут корабли, оборудованные переборками. Минуты не прошло после попадания торпеды, корабль уже под водой. Мы тут подобрали солдата затонувшего корабля, который явно не в порядке и боится оставаться надолго в трюме. Так что, думаю, будет отличной идеей запереть его в каюте. Он, конечно же, останется совершенно спокойный и никакой опасной фигни творить не будет. У меня на лодке близкий друг моего сына получил черепомозговую травму. Да и хрен с ним. Плывем дальше, пусть умирает. Режиссеру для драматического момента нужнее. Ты и мистер Доусон. Это лучшее, что было в моей жизни. Да что ты, черт побери, такое несешь? Если уж режиссер выступал исключительно за натуральные съемки, то пиропатроны на борту самолета можно было бы и замаскировать. Красиво напарник Харди посадил самолет, ничего не скажешь. Да вот только перед вынужденной аварийной посадкой пилоты были обучены открывать фонарь кабины, чтобы предотвратить ее заклинивание в момент удара. Мало того, пилот открывал кабину, но необъяснимо прямо перед посадкой закрывает ее. Да ни один маломальский пилот не допустил бы подобной ошибки. Но режиссеру для драматического момента немыслимая ересь нужнее. Два удара крюком и в прочном фонаре британского истребителя образуется идеального размера дыра для спасения летчика. Летчики Люфтваффе, оказывается, не умеют сбрасывать с хвоста неприятеля. И все, чему обучены, так это простым покачиванием самолета из стороны в сторону, ровно до того момента, пока их, разумеется, не собьют. Какого хрена главные действующие лица все время молчат, словно немые? Я понимаю, это уникальное видение режиссера передать ужасы войны без слов. Но не настолько же, что даже после спасения с затонувшего корабля молодые пацаны пару словечками не перебросились. Странно все это, как и все здесь происходящее. Прямо за солдатиками расположился кран на рельсовом ходу для погрузки контейнеров, производство которых начнется только в 70-х годах. Может корабль и сойдет с мели с приливом? Вот только кто из вас разберется с чужим судном? Неужели среди вас случайно имеется аналог Тони Старка, способный на раз завести неизвестный двигатель? Да еще и капитан Барбоса, способный проложить и скорректировать нужный курс. Самый странный момент. Не успели англичане забраться в трюм, как тут же по ним кто-то открывает пальбу. Причем постреливают в час по выстрелу. Так как враг у гениального режиссера где-то за кадром, мать его, вероятнее всего предположить, что это все же немцы. Какой я умный. Зачем стреляют, откуда, совершенно нет объяснений. Причем чистота выстрелов наводит на мысль, что с патронами у немцев были серьезные проблемы. Да и с мозгами тоже. Нужно спросить балласт. Вес? Надо уменьшить вес? Тут есть кому уйти. Вот он. По мнению солдатика, веса одного человека вполне достаточно, чтобы многотонному баркасу сняться с мели. Бессмысленно и необдуманно, но режиссеру для драматического момента нужнее. Как и важнее философские разговоры о жажде к жизни, в тот момент, когда полным ходом идет затопление трюма. Только страх и жажда жизни. И смерть сверхбит в кишках. Где эсминцы? Один на подходе. Один? Здесь идет война. Нет, не идет. Вот настоящая война. Снятая всего за 40 миллионов. Или вот война за 70 миллионов. Стреляет огонь! И вот война от Нолана за 150 миллионов. Когда одно свободное место в лодке, это один спасенный солдат, хочется задать вопрос. Какого черта хозяин этого суденышка потащил в дюнкер четырех лишних человек? Образовавшийся пожар от разлитого топлива резко смещается в сторону затонувшего корабля прямо между кадрами. Даже не знаю, как описать абсурдность ситуации. У спидфайера заканчивается топливо, но под волшебной силой сценария кусок железа мало того, что продолжает парить в воздухе словно дельтаплан, так еще пилот успевает развернуть самолет и сбить немецкий истребитель. Да, реальности хоть отбавляй. Но главное, есть ли он такой ас, что мешало посадить самолет или катапультироваться на пляже возле военных ожидающих корабли? Или что мешало направить самолет в море, где его подобрали бы свои? Чем уводить истребитель на вражескую территорию и оказаться в плену? К черту логику, режиссеру для драматического момента чушь нужнее. После того, как Том Харди поджигает свой спидфайр, чтобы предотвратить немцами захват целого британского истребителя, на самолете отсутствует двигатель. Винт прикреплен к тонкой штанге, хотя в действительности сразу соединяется с блоком цилиндров двигателя. Постараюсь. Молодцы, ребята. Вы молодцы. В чем они молодцы? Что отступили, побросав оружие и добрались до дома живыми благодаря гражданским судам? Да, молодцы. Чего там, у Нолана даже парнишку в ранг героя возвели. За что? За то, что ударился головой и умер? Думаю, чтобы получить звание героя, как бы недостаточно просто умереть на лодке по пути в Дюнкерк. Ай, я блин, нахреневаем. Продолжение следует...